Дорогие братья, приветствую всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Уже было объявлено, что тема нашего общения «Ищите прежде Царствия Божьего». Но, в общем-то, эта тема взята из Нагорной проповеди. Вот в течение этих трех служений, которые у нас будут сегодня и завтра два служения, мы будем читать Нагорную проповедь. Братьям распределены темы. И мне досталась первая тема – это начало Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Мы сначала прочитаем этот отрывок. Я попрошу вместе со мной открыть пятую главу Евангелия от Матфея. И я прочитаю, друзья, текст с первого стиха по двенадцатый. А потом объявлю свою тему. Пятая глава Евангелия от Матфея с первого стиха по двенадцатый. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Братья, тема моей проповеди – «Истинное счастье человека». Или в чем смысл вот этого истинного счастья человека? Ну, счастье и блаженство – это синонимы. Даже я бы сказал, что блаженство – это высшая степень счастья. И вот здесь Иисус Христос девять раз говорит о том, что блажены люди, которые встают в положение пред Богом, такое, как вот здесь на горной проповеди он перечисляет. И девять раз он говорит – «Блажены плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изданные за правду и несущие поношение и злословие за Христа». Но, знаете, братья, вот, кажется, перечисляются вот эти заповеди блаженств. Ну, их девять. Можно вообще их ставить вот, ну, как бы в другой последовательности? Или здесь какая-то закономерность вот присутствует? Первая, вторая заповедь, третья, и одна из другой вытекает. Или же можно как-то вот переставить местами? Ну, так же, как, допустим, первая заповедь – «Возлюби Господа и возлюби ближнего, как самого себя». Можно ли их переставить местами? Нет, конечно, да. Вот мы были просто вместе собраны. Было начало библейской школы, вот, которая сегодня существует в Новосибирске, и были собраны служители. И помню, Иван Яковлевич Фризин – это служитель из Алма-Атинской церкви. Он проводил утром молитвенный час. И вот прочитал это место, вот эти заповеди блаженств. И я помню одну мысль. Он сказал, братья, я считаю, что если даже остальные заповеди можно как-то переставлять местами, но вот первой должна основой этих заповедей блажены нищие духом. Если это, вот, в нашей жизни отсутствует, вот эта зависимость, нищета, желание иметь общение с Богом близкое, если это отсутствует, то все остальные блаженства, они к нам относиться не будут. Много сегодня плачущих, много сегодня тех, которые стараются, ну, как-то за справедливость бороться, или по правде жить, или даже милостыни творить. Но если у них нет нищеты духа, если они не нуждаются в Боге, то Господь не обещает им блаженства и здесь, и в небесах. И, друзья, я согласился с этой мыслью, потому что, вот, зависимость или нищета в Боге всегда нуждаться и понимать, что мы без Бога ничего не можем. Это основа всех блаженств. И вот напомню такие, друзья, тексты из Священного Писания. Помните, сам Христос говорит, «Без меня не можете делать ничего». Друзья, только нищие духом согласятся. Конечно, я много раз пытался что-то сделать, но у меня ничего не получалось только при Божьем содействии. Но тот, кто человек нищеты духа не имеет, тот скажет, «Как? Так я без Бога жил и прожил, и еще проживу, и не нужен мне Бог, я сам для себя Бог». Друзья, вот эта нищета должна присутствовать. Без меня не можете делать ничего. Другое местописание. Это апостол Павел в 17 главе «Деяние апостолов» говорит. Мы им живем, движемся и существуем. Друзья, вот у нас есть одна песня, уже старинная песня, «Ты мне дорог, ты мне близок, словно берег морю». И я вот как-то не могу согласиться, вот как будто бы там вот ошибка сделана, вот даже доктринальная ошибка. «Без тебя я только что дышу». Без тебя я только что дышу. Я всегда пою «Грешу». Потому что здесь написано, мы им живем, движемся и существуем. А там «без тебя я только что дышу». Ну, кажется, правда, много сегодня дышащих людей, они Бога в разуме не имеют, даже можно сказать, они безумцы. Сказал безумие сердце своем, нет Бога. Вот он дышит и не думает, что Бог ему дыхание дает. Но, а если по сути взять, то мы им живем, движемся и существуем. И нищий духом человек, нуждающийся в Боге, он скажет, «Господи, да все от Тебя». И в 103-м псалме там так написано, что «все они от Тебя ожидают, и пищу в свое время даешь, насыщаются, скрываешь лицо твое свое, метутся, отнимаешь дух, умирают и в перст превращаются». Друзья, вот так мы зависимы от Бога. И поэтому, вот я думаю, что как хорошо, если я всегда эту нищету чувствую, всегда хочу быть в зависимости от Бога. Иисус Христос, друзья, Он сам Бог. Но когда Он стал человеком, здесь на земле, Он постоянно испытывал нужду в Боге Отце. И при всем том, что были загруженные дни, так что написано, родственники думали, что Он вышел из себя, потому что и есть им некогда, и позаботиться о себе Ему некогда, спать Ему некогда, где-то так украдкой, где-то уснул, подремал, и тем не менее, Иисус Христос ночи проводил в молитве. Братья, почему Он проводил ночи в молитве? Он в Боге Отце нуждался. Ему не хватало вот этого общения. Там, на небе, Он, ну, кажется, да Бог все во всем, да? Но там Он был в близком общении со Христом, с Богом Отцом. А здесь Он устранен. Написано, мы в теле устранены от Господа, потому что мы материальные стали, или являемся. И вот Иисус Христос стал материальным, и Он устранен, и Он нуждался в этом духовном общении, и постоянно уходил на гору молиться. Но, знаете, друзья, вот самое, думаю, тяжелое в страданиях Господа нашего Иисуса Христа при всех тех муках и тяжести греха, который лег на Его плечи, на Его душу, было, наверное, то, что Отец от Него как бы отвернулся, да? И Он так, ну, выкрикнул, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Это о чем говорит? Что Иисус Христос ни на минуту не терял общение с Отцом. Он всегда имел вот эту вот зависимость от Него, вот испытывал в эту нищету. И поэтому Господь, Бог Отец Его благословлял, и Он имел вот это блаженство, общение с Богом. И поэтому, друзья, моя цель проповеди не объяснить все эти заповеди блаженств. Я даже не поставил себе такой цели, я коснусь только некоторых из них. Но чтобы мы могли понять, что основа всех блаженств зависимость от Бога. Если мы вот имеем такую же нужду в Боге, то что бы в нашей жизни не приключилось, все равно мы будем блажены. Ну вот, допустим, вот следующая вот эта заповедь. «Блажены плачущие». «Блажены плачущие». Смотрите, братья, написано «Ибо они утешатся». Но во втором послании Коринфянам, 7 глава, 10 стих, написано «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Значит, только печаль ради Бога производит спасение и дает нам утешение, радость. А если человек плачет и печалится вот по-мирски, то его ожидает смерть. Ну, так мы можем объяснить этот текст Писания. Ну, яркий такой пример. Книга Бытье, 27 глава, 38 стих. Мы знаем Исава, первенца Исака, который имел первородство, и он его продал за чечевичную похлебку, и потом он не успел на благословение. Когда он пришел, то благословение уже забрал хитростью другой. И вот он начинает плакать. И написано так. «И возвысил Исав голос свой и заплакал». Бытье, 27 глава, 38 стих. И, друзья, и он с такими упреками и репликами, и даже, может быть, ну, как бы справедливыми. «Отец, ну, неужели у тебя одно благословение? Благослови меня!» Кажется, ну, человек хочет благословения. Ну, это же хорошо. Значит, этот человек, ну, жизнь его Богу нравится. Да нет, мы знаем вообще позицию Исава. Кто он был? И почему он пренебрег первородство? И почему он остался без благословения? И почему Господь в книге пророка Малахии наперед, предвидя его жизнь и его направленность жизни, говорит, что «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел, потому что Богу противны все его были действования». И вдруг этот человек плачет. Да всех плачущих Бог утешает. Друзья, нет, нет. Если нет зависимости от Бога, если нет вот этой связи с Богом, человек утешения не получит. И в послании к евреям написано такие слова. 12 глава, 17 стих. «Был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Смотрите. «Был отвержен». Кажется, блаженный плачущий. Плачьте, утешения будет. Нет. Если ты не нуждаешься в Боге, если в основу твоей жизни вот не ложится зависимость от Бога, мы поем такую песню, «Я нуждаюсь в тебе, мой спаситель, и желаю всегда быть с тобой», то ты будешь плакать, и тебя никто не утешит, и печаль мирская производит смерть, и ожесточилось сердце Исава, и он замыслил стать брата-убийцем. Друзья, вот такой конец у тех, кто зависимости от Бога не имеет. А вот другой положительный пример. Смотрите. Плачущий Иов. Плачущий Иов. Вот 16 глава, 20 стих книги Иова. Там написано, «К Богу слезит око мое». Вот он не просто к Богу говорил, у него слезы текли, да, может быть, они высыхали, от того, что страдания были слишком великие. И, знаете, высыхал язык, кожа сохла, все гнило, и, может быть, слез уже не было, потому что это может быть тоже последствия болезни, да, но он говорит, «К Богу слезит око мое». И оно, друзья, вот, ну, и это естественно, что Иову было о чем плакать. Он плакал о своих детях, он плакал о том, что жена его не понимает. Но самое главное, друзья, он плачет вот о чем. Смотрите, 23 глава книга Иова. Читаю со 2 по 9 стих. «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я не зложил бы перед ним дело мое и уста мои наполнил бы оправданиями, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судей моего. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу. Скрывается ли на правой? Не усматриваю. Братья, вот смотрите, тоска души. Иов, который имел общение с Богом, и Бог его благословлял, благословлял, и он знал об этом, и вдруг произошел разрыв. Правда? Бог скрыл свое лицо? Он просто как бы сторонний наблюдатель, как Иов поведет себя в такой ситуации. И вот здесь записано, как Иов нуждается в Боге. Как он... Вот этот разрыв как бы произошел, и он понимает, что... Все, что я теперь без Бога буду делать? Да мне лучше умереть. Да лучше бы ты уничтожил меня вмиг. Но нет, у Бога же план об Иове. Особый план. И поэтому Господь ждет, долго ждет, и Айов страдает, плачет, и кажется безутешно. Но мы, друзья, знаем, что прошло это время. Долго ли, коротко ли, но оно прошло, слава Богу. И Господь повернул к нему свое лицо, заговорил с ним из бури. Друзья, еще не исцелился Иов. Еще у него проказа была на теле. А он уже ободрился, и уже ожил дух его. Почему? Да потому, что нищие духом, они блаженны. Таковы есть Царство Небесное. И он уже имеет общение с Богом, а все остальное, оно приложится. Самое главное, чтобы Господа на первом месте иметь. Все приложится. И точно. И друзья пришли, и сетывались с ним, и утешали его, потому что плачущие утешатся. И потом все сполна Иов получает. Почему? Да потому, что блаженны плачущие, потому что они утешатся. Но только те, которые в Боге нуждаются. Другое местописание, братья, здесь же. Смотрите. Еще об Иакове написано, вернее, об Иове написано, в Иакове 5 глава. Ну, так написано. Помните злострадание Иова, и помните, какой конец онного. Друзья, для нас это, ну, как бы памятник от того, что Бог учешает плачущих и воздает сполна. Еще, смотрите. Написано, блаженны, милостивые. Друзья, очень сегодня, ну, как бы развита благотворительность. Особенно, если человек занимается каким-то бизнесом, коммерцией, то благотворительность, это даже неотъемлемая часть выгодных каких-то вот, ну, сделок. Благотворительность. Потому что люди, которые занимаются благотворительностью, они не в такой степени облагаются налогом. И если применить самую простую математику, вот, так для меня это выгодно. Да я лучше умножу свою благотворительность, и это будет больше денег в моем кармане. И люди милостивыми становятся только потому, что заботятся о себе. Ну, так вот мы наблюдаем. А здесь мы читаем «блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Друзья дорогие, ну, я вспоминаю Евангелие от Матфея, 25 главу. Помните, когда Господь рассказывает, ну, как бы притчу, или даже это так будет на самом деле, когда отделит одних по правую сторону, других по левую сторону. И тем, которые по правую скажут, «Я был в больнице, и вы меня посетили». «Я был в темнице, и вы ко мне пришли». «Я был раздетый, и вы меня одели». «Я был голодный, и вы меня накормили». И эти, которые по правую сторону скажут, «Господи, когда мы тебя видели, то, что вы сделали одному из братьев моих меньших, сделали мне». Друзья, это милость или не милость, когда люди вот так были внимательны к нуждам другим, заботились о ближнем. И не просто заботились. Друзья, эти люди в разуме имели Бога. Они это делали ради Бога. По-другому они делать это не могли. Потому что потом Христос говорит тем, которые слева, и говорит, «Вы не пришли ни в больницу, ни в темницу, ни одели, не накормили, а где мы тебя видели?» Друзья, вокруг столько людей, и человек не видит нужды ближних, потому что он заботится только о себе. А почему? А потому что тогда, когда человек приближается к Богу и нуждается в Боге, тогда ему открываются глаза, и он видит нужды ближних. Помните Иисус Христос? Он написан в 9 главе Евангелия от Матфея. Иисус Христос, увидев толпы народа, он сжалился. А почему он сжалился? Да потому что он милосердный, он не проходил мимо никакой нужды. И потом он ученикам говорит, «Молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И следующая глава. Ученики, которые только начали молиться, уже посланы на проповедь, «И не проходите мимо нужды». «Больных мажьте и леем, исцеляйте, воскрешайте, грехи прощайте». Они шли и делали то, о чем говорил Иисус Христос. Он милостивый, и Он их сделал милостивыми. Братья и сестры, вернее, братья, те, которые действительно ради Господа совершают милосердие, они блажены, потому что основа их милосердия – это любовь к Богу. Они в каждом ближнем видят Господа Иисуса Христа, то, что вы сделали, братья мои меньшим сделали мне. Все остальные, друзья, благотворительности, Бог, вот написано, помилованы будут. Бесполезно, если человек сделал много добра, и он рассчитывает, что там ему защитится, и на суде где-то Господь же милость окажет, но неужели такой человек попадет в ад? Да, конечно, он будет спасен. Обманется такой человек, не будет он помилован, если он в свое время не нуждался в Боге, чтобы иметь с Богом близкое общение. Еще, братья, хочу обратить внимание на миротворцев. Миротворцы, они блажены. Друзья, это не те миротворцы, которые устанавливают власть на какой-то территории с копьем и мечом. Последнее время нам такое слово стало, ну, довольно, так сказать, ну, знакомым, да? Миротворцы. Пришли миротворцы, установили свою власть. Друзья, не про этих миротворцев и речь идет. Написано, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Каждый ответит за свои поступки. Петр выхватил меч. Он хотел так все урегулировать, чтобы все было по-мирному. Если вы к нам с претензиями, то и мы к вам с претензиями. А Христос говорит, вложи меч свой в ножна. Взявший меч от меча погибнет. А здесь написано, миротворцы будут наречены сынами Божьими. Братья, о ком идет речь? Я прочитаю местописание, записанное в книге Бытье, 13 глава. Книга Бытье, 13 глава, 8-9 стихи. Смотрите, здесь так написано. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? А делись же от меня. Если ты направо, то я налево. А если ты налево, если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево». Братья, вот это истинный миротворец. Во-первых, он не ищет преимущества. А почему? Да потому что Господь ему сказал, «Авраам, награда твоя весьма велика. Я тебе всю землю отдаю. И поэтому Лот пускай хоть что выбирает. Все равно со мной Господь. Я в Боге нуждаюсь. Я перед Богом хожу. Ходи передо мной и будь непорочный». И поэтому такие люди называются сынами Божьими. Авраам назван другом Божьим. Лот же, друзья, он не в этом списке. Да, он праведник. В послании к евреям мы встречаем об этом. Праведник, или вернее, Петр говорит, утомленный праведник. Но смотрите, он действует по ведению очей. И он выбирает не то, что Божье, а то, что мирское. А вот истинные миротворцы, они будут уступать. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, «Не остаться лучше ли вам обиженными ради мира? Не остаться ли лучше вам обиженными?» Смотрите, другой пример, такой яркий, это Мимфивосфей. Вторая глава, вернее, 19 глава второй книги царства. Помните, когда оклеветанный Мимфивосфей, ну, а мы знаем, что он хромой на обе ноги, и он не может так быстро идти за Давидом. Тем более, Давид переходит Иордан с поспешностью, чтобы уйти от Авесолома. Но зато сиво, он быстро собрал свои вещи, сыновей, и потом оклеветал своего господина Мимфивосфея. И Давид говорит, «Все то, что принадлежит Мимфивосфею, я даю тебе». А потом, когда Давид возвращается, Мимфивосфей приходит навстречу к Давиду, в чем выражалась его вот преданность Давиду? Ну, как он мог, так и выражал. Он с тех пор больше не умывался, не ухаживал за своей бородой. В общем-то, он, вот, если Давид где-то там в поле, в пыли, вот так вот в попыхах, в поту, ну, я буду так. Вот как написано, помните узников, как бы вы сами были в узах, если мы хотим, да, я знаю, в одной семье даже вот по пятницам молимся за узников, вот они воду и хлеб там сухой едят, вот и мы так же будем, и вот так, чтобы нам как-то сострадать, сочувствовать к ним. И вот Мимфивосфей соучастником был вот этих страданий Давиду. И Давид говорит, Мимфивосфей, а почему ты не пошел со мною? А Мимфивосфей говорит, ты знаешь, что я хром на обе ноги, а слуга мой оклеветал меня. И Давид говорит, а зачем ты это говоришь? Я отдал твои поля ему. А он говорит, я сказал, чтобы ты и Мимфивосфей разделили поля уже наполовину. А он говорит, да пускай он возьмет все. Я вижу, что господин мой царь вернулся в дом свой. Братья, что это? Человек не стал биться, он господин, он наследник всего имущества, и кто-то вдруг распорядился несправедливо, и его лишили всего имущества. А он и согласен с этим. Лишь бы только был мир, и лишь бы рядом был царь, за столом которого он питается. Братья, это вот нищета по Богу. У Мимфивосфея была глубокая благодарность Давиду. Помните, когда в 9 главе 2 книга царства, когда Мимфивосфей пришел, он упал перед Давидом, поклонился к первой встрече, и говорит, что такое вот раб твой, пес, на которого ты презрел. И он свое положение понимал, нищету в Боге испытывал, и он был безмерно благодарен Давиду за то, что он ест за царским столом. А теперь что эти поля? Да пускай он заберет все. Хотя, друзья, я думаю, Давид, он не лишил Мимфивосфеи имения. Но вот милостивые или вот эти миротворцы ради мира я готов уступить только бы, чтобы нуждаться или иметь общение с Богом. И последнее, братья, на что хочу обратить внимание, блаженные изгнанные за правду и несущие поругания и поношения за Господа нашего Иисуса Христа. Братья, сколько сегодня тех, которые правда борются за правду, кто там за справедливость или еще что-то, и какие-то партии создаются, и даже кто-то страдает, кто-то изгнан, и много тех, которые кажется вот за правду страдают, за правду страдают. Но, друзья, Библия не говорит, что они блаженные. Во-первых, страдания должны быть только за Господа Иисуса Христа, когда будут поносить и гнать вас за имя мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Часто порой люди страдают, только потому, что им не удалось быть у власти, а так бы они бы, ну, может быть, так же повели дело и досадуют, что вот им это не досталось жизни. Друзья, наше дело совсем другое. Мы должны Царство Божие утверждать здесь, на земле. Помните, Иисус Христос стоит перед Пилатом, и Пилат, ну, сейчас он может его отпустить. Он говорит, неужели ты не знаешь, что я имею власть отпустить? Конечно, сейчас Пилат его отпустит, а имеет власть его распять. И вот он допрашивает Иисуса Христа, а Христос говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано тебе было свыше. Царство мое не от мира сего. Если бы царство мое было от мира сего, то служители мои подвязались бы за меня, а царство мое не от мира сего. Братья, церковь никогда на земле признанной не будет. Она всегда будет в той или в другой степени гонима. Но смотрите, какая большая разница. Вот опять вспоминаем Исава и Иакова. Исав не нуждается в Боге, но зато посмотрите на его мощь. У него 400 воинов, и он идет с ними для того, чтобы установить свое господство и отомстить своему брату. В Боге он не нуждается. А Иаков, друзья, Аяков трясется от страха, потому что он страшно боится Исава. Он понимает, что он заслужил возмездие, понимает. но он прибегает к Богу, нуждается в Боге, молится пред Богом и в Боге нуждается так, что говорит, я тебя не отпущу, пока не благословишь меня. И Господь его благословляет и меняет имя ему с Иакова на Израиля. И когда происходит встреча потом, то Иаков он вот в духовном плане намного выше Исава. Намного выше Исава. И Иаков он написано боролся с Богом и теперь человеков поборать будешь. У Исава путь земной, у Иакова стремление к Вышнему, к Небесному. Он является носителем Божьего благословения или же вот этой красной линии спасения через Иакова проходит. Еще братья, написано «Чистые сердцем Бога узрят». «Чистые сердцем Бога узрят». Они блажены. Но братья, только человек может получить чистоту сердца тогда, когда он смирится пред Богом, понуждается в Боге. Сколько таких примеров, когда человек сделал грех и не открывает этот грех. Присутствуют на библейских курсах. И надо же, один учитель библейских курсов говорит, «Братья, слово надо читать, и если вы будете читать, то Бог будет вам откровение давать, и вы сможете этим откровением делиться только при одном условии. Если сердца ваши будут чистые, если же какой-то будет грех, бесполезно откровение от Бога получать не будете. Будете делать многое по инерции». Друзья, а как чистое сердце иметь? Да это надо нищету испытывать в Боге. надо нуждаться в Боге, что Господи, да как чистое сердце, кто из рожденных женами чист? Мы все грешники, помыслы какие-то, даже если не сделал, то помыслил, а это приравнивается уже к делам. Вот как нужда в Боге, когда я понимаю, что Господи, я без тебя ничто, я сразу падаю, ты меня руководи, ты меня веди, ты меня держи за правую руку. Братья дорогие, вот блаженный ибо их есть Царствие Небесное. Вот эта нищета духовная в Боге, она является основой всем остальным блаженствам. И если мы будем нуждаться в Боге, то Господь, Он обязательно в нашей жизни исполнит все то, что здесь Он написал. Все обетования Божьи, записанные в Священном Писании, они становятся нашими. Потому что, смотрите, написано Иисус Христос, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы нищие, вот тоже нуждающиеся в Боге, обогатились Его нищетою. Вот чтобы те же чувствования, если Иисус Христос нищету испытывал вот в самом себе, то и мы должны вот такие же чувствования иметь, как Иисус Христос, также нуждаться в Боге. Пускай нас Господь благословит, чтобы уяснить нам вот этот смысл истинного счастья. Хочешь быть счастливым? Нуждайся всегда в Боге, испытывай зависимость, без Бога не делай ни шага, ни мысли, ни слова, все, что делаете, делайте пред Господом и для Господа от души, и Господь благословит. Мы Богу нашему помолимся. Аминь. Слава Богу, субтитры,